Моя обычная семья, которая бросила все и улетела жить. Добро пожаловать в наше будни! Здравствуйте, друзья! Меня зовут Марьяна, и вы находитесь на нашем семейном канале. И сегодня, наконец-то, я расскажу, сколько же мы денег тратим в Таиланде. Вам бонусно повезло, я даже могу сравнить Паттайю и Самуи, так как мы успели пожить и там, и там. Да, да ладно! Я, муж и ребенок переехали в Таиланд на неопределенный срок. Сначала пожили в Паттайе 4 месяца, и на данный момент мы находимся на острове Самуи. И здесь периодически снимаем видео. Первая посылка Олега с Али. Давай тестировать! Нравится, не нравится. Но, Алексей, ничего. Приятного аппетита! В школу здесь ходить нельзя, блин. Только мотобайк. Это единственный вариант перемещения на этом гребаном острове. В этом видео я буду рассказывать о наших расходах. И цены, конечно же, я указываю в батах. Итак, жилье. У нас этому посвящен целый плейлист, где вы можете увидеть, какие варианты жилья были в Паттайе, и какие варианты жилья на острове Самуи. Я оставлю все ссылки в описании. Если вам что-то интересно, можете пройти, посмотреть и приценить. В Паттайе мы тратили 10500 бат за Амазон Кондо. Это комната One Bedroom. Внизу находился бассейн, тренажерный зал, кафе, рядом рынок, недалеко море. Ну, как недалеко, 25 минут пешком, а на байке очень недалеко даже. Из кондоминиума ездит каждый час шаттл, который вас может привезти на море и увезти. Стоит он, если я не ошибаюсь, 40 бат. Коммуналка в месяц у нас составила 1000 бат. Приблизительно эта цена, то есть отдельное электричество, отдельная вода. Мы сначала жили в районе Таленгам. И жилье у нас было 100 квадратных метров. Платили мы за него где-то 7-6 тысяч бат, в зависимости от срока. Вот этот цвет воды офигенный. Там тоже круто, но здесь прям совсем. По поводу дома, кстати. Вот этот вот дом пока еще пустой. Имейте в виду, и стоит он примерно столько же, сколько и наш. Да. Да-да-да. Это и наш. Приезжайте, заселяйтесь. Там тоже квадрат в 100. Вода 200 бат, электричество 400 бат. До моря 5 минут пешком. Дом практически опустел. Ну что? Вот одна комната. Вот вторая комната. Третья. Два вентилятора. Один. Два. Два. Огромная кухня. Но ближайшие магазины были очень даже далеко. И просто так, без байка, даже на велосипеде туда лучше не суваться. Это остров. Здесь очень много собак, и собаки охраняют свой дом. Если вы передвигаетесь по дороге мимо их дома, они могут, ну, как минимум, налаять. И это происходит не только вечером, но и днем, утром, в зависимости от их настроения, еще у них бывают старые. Следующий пункт, байк. В Паттайе мы снимали PCX за 3500 бат. Здесь мы снимаем за 4000 бат. Бензин уходит где-то 300 бат раз в 4 дня. В Паттайе нам достался не самый лучший байк. Он был старенький, и еще Олег успел попасть в аварию. В общем, там целая история произошла. Не так уж и просто снимать байк, все-таки, как ни крути, за границей. И история Олега внизу выписала. А на СМИ нам повезло. У нас отличный байк, новый, 4000 бат в месяц. Если так посчитать, вот за 3 месяца, это такая огромная сумма, просто 12000 байк отдать за перемещение. Обалдеть. Но это все равно дешевле, чем такси. На острове Самуи такси просто огромных денег. Третий пункт, это телефон и интернет. В Паттайе мы отдали 3500 бат за выделенку. И каждый месяц в течение 6 месяцев нам нужно было платить 700 бат. Ну, там долгая вся история. Мы в итоге уехали. Деньги нам вернули. Все, спасибо большое девушке, которая нам помогла арендовать квартиру. Если что, у меня контакты остались. И на Самуи нам пришлось поставить точно такую же выделенку. Тоже она стоила 3500 бат. Нам поставили обалденный роутер. И каждый месяц мы должны были платить 300-400 бат. По поводу телефона. У нас связь ДИТЭК. И, если честно, сложно сказать, сколько мы платим, потому что я периодически пользуюсь телефоном. То есть положу себе там 300-400 бат и пользуюсь месяц. А потом месяц-два даже не пользуюсь. Так что связь ДИТЭК меня полностью устраивает. Здравствуй, Ватсап. Здравствуй, Вайбер. Нормальный интернет. Достаточно для того даже, чтобы посмотреть какие-нибудь видео на YouTube. Вот так. Ну что, прошел месяц, у меня забыть, что он будет в телефоне. И пора пополнять счет. Я осталась на интернете. Что еще не удобно, я вам скажу. Что, мы пришли пополнять мне телефон? Это ты на меня. Тебе тоже, да, надо? На Доврияна перевели практически. Просто тебя еще не заблокировали, а у меня уже все от этого. Ребят, представляете, у нее нет зрачков. Серьезно? Я булдела, когда-то. Точнее, как будто вообще радужка – это один сплошной зрачок. Вот так будет точнее. Меня же перемкнуло, когда я это увидела. Сейчас она посмотрит. 300? 360 бат она все хочет. А зачем? Почему? А там-то 300. Вот ты пойми, что такое win-posset. Перепод на другой тариф – 60 бат стоит. Значит так. А зрачки-то видели, кстати? Если тупакой не дает. Звездочка, 101 звездочка, 9 решетка. Вот такой дурдон. Налог, пожалуйста, налог. В общем, смотрите, сколько здесь стоит Huawei. 3690. Надо бы смотреть, сколько вам в России стоит именно эта модель. Это единственная модель Huawei. А планшет – 8900. Вот еще в другом магазине. 4,990. 4,290. Вот еще куча Huawei. И 10,90. Вот как выглядит духовка в Таиланде. По поводу страховки я не могу не сказать об этом моменте. У нас есть целый плейлист по поводу страховки, по поводу лечения в ПТЕ, как мы пользовались Альфа-банком. И где-то страховка за 3 месяца покрыла 150-170 тысяч бат. В ПТЕ, в Бангкок, в госпитале ПТЕ, а еще и в Мемориал госпитале тоже в ПТЕ. Ребята, я вам сейчас скажу такую статью расходов. Это стирка. Так как в машинах стиральных просто в домах нету, в кондо нету. Это крайне редко. В кондо часто есть комнатки специальные такие для машинок. И что это означает? Это означает, что вы минимум 600 бат в месяц тратите только на стирку. Это порошок и это зарядить машинке. Машинки примерно стоят 30-40-60 бат, 50, в зависимости от размера и ничего чего. Теперь наша задача постирать вещи. Цветная, да? Да, цветная и темная дверь. Да, по 30 бат. О, вот это 20 бат, да? Да. Вот это 20? Да. Давай цветное. Куда черная? Подожди, Олег, ну что ты делаешь? Носок же полетел. Куда черная? Черная в отдельную. Да? Да. Темная. Мы такие молодцы, пришли стирать без мелочей и без порошка. Олег пошелся в One Eleven. Сейчас купит. Здесь буквально вот за поворотом он, ну идти там 2 минуты, поэтому ничего страшного. Порошок по акции в Tesco Lotus нам обошелся в 60 бат. Такой, серьезный мешочек. Килограмма, наверное, полтора. Ничего. И что это? Все? Да. Все, да? Рядом же должен. Чайм? 48 минут. Сюда, да? Обалдеть Я думала, я тут еще градусов выставлю Еще не морочки В итоге получаются Огромные Вот такие Огромные мешки Нужно отвезти, постирать А потом это еще и мокрое Забрать и привезти Это очень много весит Поэтому я с таким не справлюсь На данный момент мы находимся 7 месяцев в Таиланде И мы были 1 раз в Лаосе И 2 раза в Малайзии В Лаосе мы приблизительно потратили 15 тысяч бат И в Малайзии уходили 2 раза Примерно одна и та же сумма Тоже 15-17 тысяч бат И это мы ездили не с фирмой Мы ездили сами Все вопросы решили сами Единственное, в Малайзии у нас еще там был волшебный джим О нем все знают Кто был в Малайзии и кто делал вид Но давайте не забывать, что мы еще тратили на одежду На покушать Кушали то, что хотим А не то, что дают Часто задают вопрос Делаете ли вы визу ребенку? Да, мы делаем визу ребенку И нам тоже у него свой паспорт Отдельный паспорт И там ему 2 месяца Такой лапусь И фирменная одежда, например, в торговых центрах Здесь стоит примерно столько же, сколько стоит в Москве в рублях То есть, соответственно, для нас Для тех, кто срабатывает в рублях В 2 раза дороже На рынках все копье 100, 200, 300 бат Вот этого китайского ширпотребия с Алиэкспресса Здесь полно на каждом шагу Вообще в каждом переулке Ну, если вы, конечно, живете в туристическом месте Развлечения Развлечения у всех разные У нас есть друг, который занимается в ПТЕ развлечениями Если вам надо на какой-то остров Или куда-то в зоопарк Или еще куда-то вы хотите Если вам что-то просто нужно куда-то съездить Напишите мне в личку Я вам скину прайс его А хотя прайс я могу тоже оставить по ссылке в описании Если вам нужно будет организовать экскурсию Пожалуйста, пожалуйста, в ПТЕ И хотелось бы как-нибудь вас ориентировать по поводу цен на еду Конечно же, это всем интересно И многие в этом знают мало Например, в ПТЕ на рынке Который был ближе всего к Амазон Кондо Из всего стоят 10 бат Вы можете добавить к этому супу, как едят тайцы И вопать или рис супом, или суп с рисом Полкило мидии на рынке стоило 50 бат Готовы Конечно же, если вы купите сыры и сами сделаете Будет вам намного дешевле В Кляре рыба, курица 10-20 бат Кляр они покупают арабские макро И там яйцо, кляр и кусок либо рыбы, либо курицы 10-20 бат Ну и там же тоже 5-10 бат В ПТЕ средняя нормальная цена 60-80 бат Это нормальная цена Все, что выше, это уже, наверное, на первой линии от пляжа, например Или в каком-нибудь мега туристическом месте Хотя мы сейчас живем рядом с Волкин-стрит И у нас там Паттай тоже, по-моему, в 62-20 бат Самые дешевые креветки, которые мы нашли в ПТЕ Это были 180 бат в Теско-Лототе Это самые дешевые креветки А вот на Тарингаме с вами Там, представляете, по 100 бат 100 бат И вам вот-вот-вот кути-кути-кути креветок Но в таких рыбацких деревнях крайне редко можно найти Миди, ракушки и улитки Их практически там не продают За такими вещами лучше ехать в макро, либо в Теста Если вам понравилось видео такое Если вам интересно что-то больше дальше Напишите в комментариях Я попробую снять вторую часть А так, если честно, мы старались записывать ежемесячно наши расходы И нам становилось настолько страшно Уже где-то к середине месяца Что я просто переставала это все дело делать Я больше не писала Один раз у меня был такой порыв в ПТЕ И один раз у меня был такой порыв на Тарингаме Все, больше таких порывов у меня не будет Я не буду считать, сколько мы денег тратим Потому что едим мы много Может, мы и худенькие, такие маленькие Но все равно едим мы очень много Еще хочется отметить по поводу детского садика ПТЕ для ребенка рядом с Амазон Кондо Тайский детский сад 105 тысяч бат Или 300 бат в день Здесь на острове самые тайские детские сады Можно найти еще и дешевле Ну, тоже там 3500-5000 бат Это да, возможно Смотря какое время, на какой срок Бывает, иногда по полдня Иногда Вообще, чаще всего детей уже забирают все в 4 То есть в 4 уже рабочий день закончился Но если вы надеетесь найти дешевый детский сад И сделать себе, например, опекунскую визу Шансов очень мало Для того, чтобы получить пикунскую визу Нужно, чтобы ребенок учился в очень-очень дорогой интернациональной школе И получал кучу огромных знаний Надеюсь За огромнейшие деньги Ребята, на этом я с вами прощаюсь До новых встреч Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok